Жители дома номер 37А по бульвару Шмидта областного центра, похоже, остались один на один со всеми коммунальными проблемами, свалившимися на их головы. Вот уже несколько лет подвал пятиэтажки регулярно затапливается. В квартирах стоит стойкий запах сырости, в подъездных квартирах плесень. При этом коммунальные службы исправлять ситуацию не торопятся, а управляющая компания, по словам жильцов, и вовсе обанкротилась. Что делать горожанам и какой выход из сложившейся ситуации видят муниципальные власти? Ответы на эти вопросы искал наш корреспондент. Начало января 2021 года. На кадрах подвал дома номер 37А по бульвару Шмидта. Видео сняли и прислали в редакцию нашего телеканала сами жильцы. На протяжении как минимум трех последних лет подвальное помещение этой пятиэтажки регулярно превращается в бассейн. Сырости влага в доме, говорят жители, стоит постоянно. Отсюда черные потолки, плесень и отваливающиеся обои в квартирах. Видите, опять потолок сырой. Вот. Разводы. Хотя в то время у меня приоткрыто окно. Обои все отрываются. И все то время, пока они терпят одно коммунальное бедствие за другим, аварийные службы решать их проблемы не торопятся, рассказывают местные жители. Сотрудники управляющей компании «Эконом», которая обслуживает дом, приезжали на место ЧП не раз. Однако толку, говорят жильцы, от этого немного. Открыли дверь. Мастер пытался зайти. И вышел с такими словами, что я дурак, что ли, полезу туда. Меня стукнет там электричество, потому что там вода стоит по колено. А на этой неделе стало известно, что управляющая компания «Эконом» и вовсе обанкротилась. По крайней мере, в этом уверены сами жильцы. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, мы позвонили в УК «Эконом». Там нам сообщили, что обслуживающая организация работу продолжает и предпринимает все попытки, дабы разобраться с коммунальным ЧП на Шмидта. Компания как работала, так и работает. Никакого конкурсного наблюдения. И никто нас на банкротство в арбитражный суд не подавал. Компания так и работает. И совсем недавно, значит, в понедельник, либо во вторник, сейчас точно вам не могу сказать, опять выезжал водоканал. И там непосредственно был наш генеральный директор. Все ревизии были открыты, вода уходит. Впрочем, говорить о том, что вода уходит, кажется, еще очень рано. На этих кадрах, снятых нашим телеканалом в среду 3 февраля, видно, что подвал дома номер 37 А на Шмидта все еще затоплен. Вместе с тем, работы по очистке забитых в окрестностях многострадальной пятиэтажки стоков, из-за которых вода скапливается в подвале, специалисты Твереводоканала действительно ведут на протяжении последних нескольких дней. Об этом в четверг, 4 февраля, нам сообщили в администрации Заволжского района Твери. В Твереводоканала неоднократно были проведены работы по устранению засора. Одновременно 30 января были проведены работы аварийно-восстановительные на участке канализационной сети. В настоящее время подтопление устранено. Управляющей компанией проводится осушение подвала с последующей дезинфекцией. Будет ли результат от проведенных работ, как говорят народе, покажет время. Но очевидно одно. Решать проблему в доме нужно основательно, заменяя все канализационные трубы и прочищая стоки. На это требуются большие деньги. Обычно такого рода работы оплачиваются из фонда капитального ремонта. В данном случае их, скорее всего, не хватит. А потому специалисты в области ЖКХ рекомендуют жителям создать специальный счет, куда они будут перечислять недостающую сумму. Подобные решения принимаются на общем собрании жильцов.